В прошлое воскресенье свое продолжение получила история с гаражным кооперативом «Доманский». Напомним, что члены ГСК на предыдущем собрании избрали нового председателя и члена вправления, так как по итогам ревизионной проверки были выявлены серьезные нарушения в сфере финансовой деятельности и завышение цен на оформление гаражного фонда. Первый сюжет вы сможете увидеть по ссылке в конце ролика. Мы на неделю ходили листовки о том, что незаконно власть захватили Матвиенко и под руководством Махмутовой, вы должны знать, что собрание 5 февраля имеет законную силу и полномочия Посредникова, о чем мы сообщили тоже налоговую полицию, не сложены и членам его правления. Отменить вот это решение в праве только суд, только судебное решение. На сегодняшний день в суде такого заявления нет. Наоборот, уже наш иск находится в суде за подписью Матвиенко. И с 1 марта начнутся определенные слушания, о чем он вам расскажет. Посредников как бы появляться не хочет, на контакты никакие не стыкуется. Мы ему предлагали и въявиться для передачи документов, для передачи документации, все печати, на что он сослался, что у него есть якобы это приличная встреча. Сказал, что у него отдельные какие-то к нам такие, ну, личные мнения он сказал, что у него другое личное мнение. Что люди, которые сдали деньги и которые за этот год не получили никакой информации не по деньгам, не по движению наших документов, ну, будем говорить так, не имея никакой информации, мы предлагаем этим людям написать на посредникова заявление в отдел внутренних дел. Мы написали исковое заявление в суд. У нас его приняли. На первое число у нас состоится слушание. Ну, это как бы приглашается, наверное, скорее всего будут приглашаться члены правления. И он же. Ну, соответственно, и посредников. Да, опять же, я говорю, придет он, не придет, мы это гарантировать не можем. Потому что, я говорю, ну, посредников он себя считает отдельной личностью. Подавляющее большинство членов кооператива поддержало новое правление. Однако, экс-председатель Даманского Эдуард Посредников не признает итоги протокола прошлого собрания. И, в свою очередь, провел свое собственное собрание, на которое, правда, никто не заявился. Беспокойной судьбой средств, вложенных на оформление гаражей, все участники выдвинулись на встречу со старым председателем. Но их встретили лишь закрытые ворота. Такое отношение Эдуарда Посредникова к членам кооператива окончательно подорвало последние нити доверия. И разгоряченные владельцы гаражей перешли на повышенные тона с применением потока ненормативной лексики. Мы, в свою очередь, предлагали возможность высказать свою точку зрения на камеру Эдуарду Посредникову, но он от нее отказался. Одному из членов кооператива все же удалось встретиться с экс-председателем. И вот что он нам поведал. Технические паспорта, кадастровые привязки и разграничения с каким-то, ну, как бы граничащей, но не обозначенной в администрации, частное, ну, владение ГСК, других кооперативов. Остальное все у них есть. Нету, не видел только, говорю, тех заданий и договора с геокомплексом. То есть они его не представляют? Он у них, говорит, есть, но не показали. Ну, не показали. Они, говорят, будут 26 марта. Когда последнее собрание у нас было, почему он не отчитался? Вопрос к нему, но он не отвечает на эти вопросы, да. Почему он не отчитался, а сбежал собраний? Он не хочет с людьми разговаривать. Никто бы ничего претензий не имел. Он решает свое. Он должен был, обязан, его, говорит, кто его выгонял? Никто, он сбежал сам. Он смотрел документы и сбежал. Он сбежал, сказал, до свидания. Вопросы, которые тревожат гаражников, лежат на поверхности. Это судьба внесенных денежных средств, измеряемых на данный момент сотнями тысяч рублей. Передача учредительных документов и иных нормативных актов в действующем управлению. И, конечно, главный вопрос. Почему, считая себя правым, экс-председатель посредников идет в своих убеждениях против мнения всех членов ГСК? Ведь глупо было бы считать, что заблуждению подверглись сразу все люди, и лишь у него глаза широко открыты.